Привет, я зовут Треха, это Любовь калия на рокенролл. Друзья, мы много балуемся миксологией, много используем разных ингредиентов, и хотелось бы, наверное, запустить небольшую маленькую рубрику, буквально 3-4 выпуска, в которых расскажу вам о лучших ароматах каждого направления. Это то, из чего стоит мой личный топ каждого направления, то есть чайного, алкогольного, фруктово-ягодного и десертного, соответственно. Возможно, даже зацепим гастрономическое, но это пока не точно. Сегодня, конечно же, я как любитель десертных калиянов хотел бы вам рассказать о своем личном вкусах, которые для десертной миксологии, по моему мнению, являются одними из лучших. Я прошелся по смокинг-шопу, огромный выбор табака, набрал себе на стол все, что мне нравится, а не все, а так ближе к топу, если бы я набирал все, то был бы весь стол вообще. И постараюсь из этой толпы огромных количеств вкусов отобрать то, что, по моему мнению, реально топ для десертной миксологии. Итак, начну я, наверное, с тех, в чем я точно уверен, что мы точно оставляем в этом топе. Первое – это Zen Latte от Smoke Angels. Чай мачо, очень неоднозначный аромат, неповторимый и уникальный. Хочется его мне оставить, потому что его применение практически безграничное, и добавлять сладости, и убирать излишки ароматов, глушить вкус, делать его более молочным. Вкус за необычность и, скажем так, применение во все сферы точно оставляем. То есть Zen Latte для меня прям точно остается. Дальше. У меня здесь есть где-то два чизкейка – Дафтовый и Бруско. Два чизкейка, которые по ароматике невероятно хорошие. Мне тоже хочется их оставить. Вопрос, какой из них лучше – по ароматике ярче Бруско. По комфортности курения, при этом Дафт, в данном случае ароматики, мне нравится больше. Поэтому я оставлю их оба. Они действительно оба хороши для того, чтобы сделать основу под чиз. Это прям очень-очень да. Вот их мне хочется оставить. Дальше будет становиться все труднее и труднее. Я старался при выборе ароматики учесть все возможные аспекты. Вот теперь хочется поговорить о чем-то ближе к шоколадному. У меня здесь брауни, Irish Cream, Карибский ром, Баттерскотч и, ну, можно ли сюда запихнуть Ice Cream Cigar, я не знаю. Есть несколько ароматов с шоколадными оттенками, которые тоже должны попасть в эту небольшую маленькую подборку хороших вкусов. Мы точно оставляем Ice Cream Cigar, потому что ароматика мягкая, приятная. Использование в десертных кальянах имеет место быть, особенно с гостями, которые не знакомы с таким сигарным направлением курения. Дать им какие-то мягкие, ароматные оттенки попробовать, я думаю, что стоит. Меня в свое время очень удивил Баттерскотч от нашего. Это был такой рисовый ликер. Ну, это прям кондитерка, прям жесткая, насыщенная, много ее. И сейчас, в прошествии времени, я настолько устал его курить, потому что я его в свое время скурил, наверное, грамм 400, прям подряд, в соляк. Хочется мне, чтобы он остался, но пока я не уверен. Дальше, Irish Cream от Burn. У меня не обращать внимания, у меня маленькая фасовочка. Irish Cream. Это хорошо, насыщенно, клево. Алкогольные десертные и алкогольно-десертные миксы в каких-то ликерных оттенках, каких-то кофейных, тирамисушечки. Без них у меня не обходятся. Так что Irish Cream я оставляю прям точно себе. Карибский ром. Вкус от Спектрума, который у меня на полке в работе, стоит просто на нон-стопе, и он всегда лежит с запасом, потому что этот вкус, действительно, я думаю, знают все, и в излишних комментариях он не нуждается. Он также должен быть-то алкогольный, но на деле очень крутая кондитерка. Я тоже хочу, чтобы он остался. Давайте вот здесь по сатирочку. Я отложил себе два десертных, одни из любимых вкусов сатира Red Hood и Milk Shot. Два аромата, которые Red Hood при этом попадает и в чайную тематику достаточно часто, и в алкогольную, и в десертную, и в какие-то прохладные милкшейки. С Milk Shot при этом чуть сложнее. Вкус немножко смазанный, достаточно кондитерский, и для меня это вкус чисто миксовый, которым наравне с ванилью ты играешь с другими ароматами, ты с помощью него какие-то усиливаешь, какие-то убираешь, наоборот. Из этих двух я бы, наверное, оставил Red Hood точно. Он для меня в данном случае куда приоритет, нежели Milk Shot. Дальше. У меня здесь есть несколько пачек Сибера. Я в данном случае взял две ванили вафли. Это вкусы также, которыми я в работе пользуюсь достаточно часто. Вафель, конечно, много. Конечно. Каждый производитель уже выпустил себе отдельные вафли. Кто-то сделал их с кремом, кто-то сделал в чистом виде. В целом любые вафли, они по ароматике очень-очень близко к друг другу стоят. Но сиберовские, наверное, наиболее для меня нейтральные, как раз без сторонних оттенков, когда мне нужны вкус чистых вафель. Мне тоже хочется их оставить точно. Ваниль. Ваниль, как я сказал, уже как Milk Shot, это такой дополнительный ингредиент для разнообразования своей чашечки. Мне хочется всегда им как-то поиграться, что-то приукрасить, что-то вот где-то добавить, чашечку где-то что-то урезать. И чистая ваниль, как кальян, курить очень спорно, по моему личному мнению. Поэтому для меня это вкус миксовой, поэтому для домашней миксологии мы ванильчику оставляем. Здесь же я не очень, вы знаете, часто использую must-have, но есть мелкий райс. Это рисовая каша, которую я даже не буду обсуждать. Это очевидный топ, уникальный ингредиент, который должен быть в десертной миксологии. Точно оставляем. Еще столько всего. Если вы следите за нашим инстаграмм, у Малайзии выходил в последнем дропе lemon tart, это такой разъеб. Это вкус для миксологии фактически не очень нужный, а вот в соляк, в чашечку готово. Я тоже его скурил достаточно большое количество. Такой lemon pie в 2021 году. Очень хорошо, прям очгодненько. Дальше. Здесь у меня есть еще спорные моменты по клюкве в сахаре. Ровно 50% людей говорит, что это лютый разъеб и топ, как и для меня. Вторая половина говорит, что мыло. И у нас даже в компании, кто курит, реально мы делимся на два типа. Одни говорят, что это лютый разъеб, вторые говорят, что это мыльцо. Конечно, от личных рецепторов много что зависит, но для меня вкус действительно очень хороший, натуральный и похож на правду. Я хочу, чтобы он остался в этом топе. Здесь у меня Milky Mouse и Archata от Elemento. Archata также есть у многих-многих производителей. Почему я взял воздух элемента? Она, опять же, такая для меня больше миксовая. Она ближе к нейтральному. Конечно, тонжовая, такой некий эталон, но в современных реалиях, как показывает практика, элементовская Archata себя показывает ничуть не хуже. Я тоже ее оставляю. Milky Mouse, который вышел у элемента, также вкус хороший, но я не думаю, что это прям что-то такое вне выходящих за рамки, что-то вне понимания. Вкус действительно достойный. Если есть возможность его купить, я бы его держал, но если прямо мы говорим о лютом топчике, то, наверное, нет. Я его даже не сразу вспомнил, поэтому о чистом шоколаде также речь вот брауни у меня остался. Брауни есть и у Satire, который у меня в работе, и Бёрновский у меня стоит в работе. И прокурив уже не одну сотню чашечек с этим вкусом, я бы, наверное, оставил все равно Бёрновский, нежели Satire. Здесь у меня в руках еще наш персидская выпечка. Вкус, который меня и удивляет, и расстраивает все в одном. Это один из неоднозначнейших ароматов, который я, честно говоря, в этот прям лютый топ засунуть хочется, но не могу. Вкус действительно интересный, которому есть куча применений, которым нужно учиться работать. Как только вы научитесь работать с этим вкусом, жить станет сильно легче. То есть какая-то сложная замороченная миксология будет даваться сильно легче, как только вы научитесь этот аромат адаптировать в чашечки рядовые. Поэтому я, наверное, пока его скажу, что это точно интересный вкус, но не то чтобы прям необходимый. Кинкорн. Кукуруза в целом была под рукой давтовая. Что с кукурузой? Вкус, очевидно, и десертный, и гастрономический. С ним нужно уметь работать, его засовывать в какие-то чашечки. Кукурузу в десертную тематику мы в любом случае оставляем. То есть я просто взял ближнюю, которая была. По интересным ароматам здесь у меня еще в руках черничный чизкейк от Дейлика, который вышел, и он такой прям творожный. То есть это не прям чизкейк, который мы с вами разбирали здесь. Это совершенно другая тематика. Я бы не сказал, что это чиз, но это вкус, с помощью которого можно делать клевые десертные основы. Черника там какая-то где-то издалека что-то присутствует. По мне это вообще прям творог. И вот только за уникальность аромата этот вкус точно попадает сюда. И вот у меня еще две пачки. Пирог от Кобры и Дольче де Личи тоже от Кобры. Трубочка со сгущенкой и вкус пирога. Трубочка со сгущенкой, вот я сейчас, когда уже мы прогнали небольшой список вкусов, мне уже не хочется ее сюда класть. Сначала я такой про нее вспомнил, думаю, блин, да, хороший вкус. А сейчас я такой смотрю, да и в целом-то, наверное, нет. Вкус достойный, но в топ, наверное, не пойдет. А вот с пирогом ситуация сложнее. Потому что когда я попробовал это первый раз, это было прям вау. Кто-то сделал вкус десертного теста настолько чисто. Это было хорошо, насыщенно, в работу тут же встало. Сейчас до сих пор иногда использую. Для домашнего человека, не заморачиваясь, сделать себе пирожную основу, точно да. Для тех, кто хочет чуть сложнее, конечно, от такого лайфхака проще отказаться и что-то научиться делать клевые бисквитики самому. Но скорее вкус уйдет в этот топ. У меня остался здесь Морнинг Манго. Сначала тоже на него посмотрел, потом думаю, да, вкусно, но не прям, чтобы... Вкусно, хорошо, но что-то я дыхаю, да, накидал? Блин, все так нравится. Короче, у нас с вами получился достаточно большой пул. Здесь не попали орехи, потому что орехи для меня, они почти все хорошие, в 99% случаев, насыщенно, клево. Хотелось вот что-то прям точно то, о чем я вот шел и вспоминал такой, ой, это мне нравится. Вот это точно топ. Вот как-то так. Я думаю, что отсюда под некоторыми спорными моментами можно еще кое-что убрать, но, блин, все мне нравится отсюда. И вот Зенлат, и Милкерайс мне нравится, и Лемонтарт, и вот все это я курю. Друзья, я надеюсь, мой личный топ для вас будет интересен, вам захочется что-то попробовать из него, если вдруг вы не пробовали, а если пробовали, сделайте для себя пометочки, что для домашней миксологии или для миксологии в заведении я держу. 90% из этого у меня действительно лежит в заведении, а вторая 10% уже дома. То, что я курю просто простенько и понятно. Вот такой вот неплохой, маленький и, я надеюсь, информативный видосик вас ждет еще такие же по совершенно другим рубрикам в чайной, напиточной, гастрономической, там, фрукты, ягоды, те, что для меня лично являются лучшими во всех сегментах и чайном и табачном, то, что можно использовать в работе. Как всегда, не забывайте, у нас есть телеграм-чат, ссылочка на который найдется в описании. Инстаграмчик, там розыгрыши, миксы, активности, все-все там есть. Как всегда, спасибо, что посмотрели «Курить кальян» и слушать хорошую музыку и любить своих женщин. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok